КАРПАТЫ Когда в 1971 году летом мы ездили на Карпаты, в Западную Украину, то попутно глазели и на просто украинские места. Тема православной или русской Украины – это особая, громадная тема, и нам ее пока не поднять. Поэтому мы лишь покажем то, что видели. Отрывочно, без мотивов, просто так. Под пружину у городского парка рось мы видели лишь мельком из окна междугородного автобуса. Попутчики удивлялись нашему возбуждению. Но ведь они не читали роман Валентина Иванова «Русь изначальной» и не знали, что еще в VI веке здесь жили русские славяне. Русь, Русь – самая-самая первоначальная, и в то же время вот такая, обыкновенная. Что даже останавливать автобус не хочется. Так и во всем. Киевская Русь стала обыкновенной Украиной. В 30 километрах от некогда польского Станислава, а ныне Ивано-Франковска, лежит село Крылос со старым городищем. Историки утверждают, что здесь и стоял древнеславянский город Галич. На княжьем холме, в окружении валов, в тени старых яблок, стоит ныне лишь Успенская церковь. А в ней от древнего Галича только белые камни, бывшие здесь в изобилии после монгольского разорения. Это обычная церковь, построенная в XVI веке, когда Галич уже опустел, а остались лишь монахи в Крыловском монастыре. Сам Галич, как некогда Рязань, переселился на новое место и перестал быть великим. Великий князь, а потом и король русский, перенес столицу в холм, а старый Галич умер. Сохранившись только в имени этой страны, Галиция, да в названиях северных городов, куда бежали русские люди, спасаясь от полоцов и монгол. И все же первый Галич был именно здесь. Но обернемся к церкви. Невольно ищешь в ее облике древних черт от Киева и Византии. И они легко угадываются, может от самогипноза, а может от влияния камней. Наверное, древние камни сами собой ложились по-старому в благородной высокой стене. Да так, чтобы каменная резьба оставалась видна Божьему миру. Стерт был Галич с лица земли в пыль, вернее, в беспорядочные груды. Но вот оно, рядовое чудо. Деревенская церковь из Галичских камней хранит в себе его облик. Рядом с Успенской церковью, еще раньше из тех же обломков, построили куб часовни, грубый, приземистый. Так и кажется, что люди после пожарища собрались, чтобы почтить память усопших. И в горе им было не до красоты. Наргробная плита, уже современная, гласит, что здесь захоронен в XII веке знаменитый князь Ярослав Осмомысл. Помните слово о полку Игореве? Князь Ярослав, ты назван Осмомыслом. Тебя всегда мы верным братом числи. Далече виден Галич твой богатый. Железной ратью ты подпер Карпаты. Нет королю Угорскому в твои пределы входа. Твой ключ закрыл дунайские ворота. За облака твои взметнулись башни. Ты гонишь грозы на луга и пашни. И киеву ворота, открывая, вершив свой суд на берегах Дуная. С отцовского престола меч их стрелы за морские султановые пределы. Стреляй же, княжа, в половцах поганых. За землю русскую, за Игоревы раны. Нет, не отозвался тогда Ярослав и другие князья. Они скорее роднились и братались с половцами, а потом с татарами, чтобы утвердиться в русской земле первыми. Чем все это кончилось, известно. При виде этих тучных галец ковалынских полей в памяти невольно всплывают литовские стихи. Ой, Даниле, Даниле, худо кончиши, коли на литовцах, как на валах, землю пашиши. Так вот, где Данила Галицкий пахал землю на пленных литовцах. Совсем скоро литовцы овладели Киевской Русью и Галицией. Мы уходим из кольца земляных валов. Смеющаяся девчонка, пастушка, кричит нам «Туда, туда идите, княжой крыныцы!». Об этой чудодейственном источнике мы краем уха слышали, и потому спешим приложиться к очередной святыне, познать очередную историческую легенду, проникнуть вглубь прошлого, чтобы на дне его увидеть будущее. Но вместо этого выходим из Крылоса. Кончилась экскурсия. На реке Днестре, на старой границе русской Малороссии и австрийской, а потом румынской Буковины, стоит крепость Хотин. Наши официальные путеводители говорят, что не знают, когда она возникла и кто ее строил. Знают только, что владели ею многие. А в 17 веке здесь дважды проходили казаки Богдана Хмельницкого. С 1812 года здесь утвердились русские. И все же, кто ее строил? Наверное, турки. Так что мы сейчас смотрим турецкую крепость, оплот мусульманского влияния на украинскую землю. Она нависает над рекой, над этой голубой дорогой купических караванов и военных отрядов. Она управляет этим пространством. Она величествует над текущими внизу народами. Грубо господствует камнями, стрелами, ядрами, пулями, бомбами. Фанфаронит с солдафонским высокомерием, веребячим остроумием, бычьей голой силой. Она реальный факт истории. Нервный узел организма развивающихся в преднепровье наций. В том числе и русской, украинской нации. Сама крепостная цитадель есть лишь огромный феодальный замок, укрепленный штаб сражающихся войск. Во всяком случае, уже в позапрошлом веке главную роль играли не высокие замковые стены, а великолепная внешняя система земляных, непробиваемых снарядами валов и редутов. Никогда мы не видели еще такой огромной, хорошо сохранившейся крепости. А ворота внешних стен здесь до сих пор являются единственным удобным путем из селения в крепость и дальше к Днестровскому купанию. Перекидной мост. Ворота закрыты проволокой. Да ведь чудо крепость почти полностью восстановлена. Затрачено, наверное, не меньше денег, чем в Тракаве. Но нет Тракавской популярности. Даже плохонького Круеведческого музея нет, не говоря уже о мировой туристской известности. Почему? С земляных валов мы спустились до ручья и вместе с хотинскими мальчишками прошли по крепостному мосту. Вслед за этими же ребятами мы подлезли под проволоку в воротах, и пробрались во внутренний двор. Да, это не Тракай. Похоже, что реставрационные работы прерваны и не скоро возобновятся. Да может, это и правильно. Ни к чему строить здесь музей, трудиться над экспонатами, заводить штат обслуживания, если сюда все равно не потянутся люди, если не являются эти камни для них интересными. Ведь в самом деле дешевле оставить здесь домик для сторожа и вообще закрутить ворота проволокой. Может, оно и так, а все же жалко. Уж очень красиво крепость, по стене которой можно разъезжать автомобилем. Уж очень глубокие и таинственные крепостные подземелья и многочисленные склады. Уж слишком много битв здесь прошумело, в этом варе ли народов, и слишком много до сих пор нам неизвестного. И слишком интересны эти стены мальчишкам, которые, в отличие от взрослых, уверены, что не может это место не быть таинственным и знаменитым. Конечно, это не украинская крепость. Ей владели польские паны, молдавские валахи, турецкие иначары. И все равно, хоть он стоял на границах Украины и оказывал на ее судьбу большое влияние, Разве этого мало украинским историкам? И разве Тракай интересен только литовцам? Достаточно заглянуть в дореволюционную энциклопедию про Гауза и Ефрона, и мы с удивлением прочтем достопримечательность Хоутина старая крепость, от которой сохранились лишь остатки стен и высокий минарет. Мы видели стены, но где же минарет? Ну, читаем дальше. Основан Хотин в X веке предводителем даков, румын, Хотинзоном, в честь которого и назван. Каменную же крепость соорудили генуэзцы рядом со своими торговыми складами и конторами на берегу Днестра. Вот это да! Подобной недобросовестности я не ожидал даже от украинских историков. Итак, перед нами чисто генуэзская крепость, перестроенная в свою последнюю пору французскими инженерами по заказу турецкого султана. Перед нами плод европейского мастерства и техники. Перед нами Европа, лишь использованная турками. Не правда ли, это новый луч света в истории Ходимской крепости? Не правда ли, этот брагауский луч приблизил Хотинг к Тракаю, повеяло экзотикой генуэзских караванов, смелых мореходов, хитрых дипломатов, купеческой отваги? А ведь это только лучик, лишь пара правдивых слов. Так почему же их не знают на Украине и даже в Хотинге? Долгие годы эта крепость была оплотом мира и генуэзской торговли. Потом, когда турки захватили Украину, Ходин стал центром сопротивления Молдавии. Здесь укрывался и копил силы молдавский господарь Стефан Великий. А в 1673 году Ян Собецкий именно здесь, под этими неприступными стенами, спас честь Польши, расторг позорный мир с Турцией и разбил десятки тысяч янычаров, захватив 120 пушек, 66 знамен и даже зеленое знамя пророка. Весь 18 век эти редуты были ареной кровопролитнейших сражений русских, австрийцев, турок. Хотинг брали 4 раза и раз за разом возвращали вновь. И только в 1812 году крепость перешла к русским и стала разваливаться за ненадобностью. Но все же вы спросите, а при чем тут Украина? Украина, которая сама не сражалась, может, за исключением краткого часа Богдана Хмельницкого, которая здесь только жила, страдала и наблюдала, как наши дерутся, которая всегда имела лишь свои галушки, но никогда собственные гарнизоны. Так что же, поучительно ли истории этой крепости для самой Украины? Наверное, да. Только надо подумать. Софийский собор гудит от воскресных экскурсантов. Его древность ощущается только внутри. В византийской строгости золотой мозаики, в огромных пространствах античной архитектуры, в каменных саркофагах древнерусских князей, изображениях Ярослава, мудрого его детей, в самой древней утвари, в гомоне экскурсоводов. Снаружи все иначе. И грузная колокольня, и вычурные балочные маковки. Эта роскошь мелкого алебастрового узора, само излюбленное сочетание голубого фона и желто-золотой окраски крыш, превращает Софию в чисто украинское явление русской веры, европейской полуобразованности. Киев в столице Украины, что особенно чувствуется на Крещатике, где когда-то в ручье Владимир окрестил своих подданных. И веками носили церковные хорубли, а теперь красные транспаранты. Крещатик застроен пышно, с размахом по-сталински, да и нынешние хозяева республики не жалеют средств для своей резиденции. Но мы интересовались в Киеве не сталинским стилем и даже не новейшими достижениями украинского радианского искусства, а больше старым Киевом, матерью городов русских. Здесь, в историческом Киеве, новгородский дружинник убил Аскольда и Дира и стал великим князем Олегом. Здесь Владимир Красное Солнышко принял с христианством византийскую культуру. Здесь был впервые сброшен с круче языческий бог Перу, а вместе с ним и груз общинных пережитков, достоинства и недостатки первобытного коммунизма. Здесь учились русские мастера строить храмы и крепости, писать и мыслить. Здесь родилось русское государство и русская цивилизация. И здесь же, над этими местами, впервые прозвучал знаменательный вопрос, откуда есть и пошла русская земля. От того древнего Киева осталась самая малость. Интерьер Софийского собора, катакомбы лавры, беспрятавшиеся в зеленом сквере вот эти камни золотых ворот. Гораздо интереснее Киевско-Печорская лавра. Она строилась почти одновременно с Киевом. Как и весь Киев, лавра много раз горела, разрушалась и отстраивалась на ногу. В последний раз лавра была разрушена в 1941 году. Но в отличие от прежних лет Древний Успенский собор не восстанавливается, а лишь законсервирован. По-видимому, навечно. Темная история взрыва Успенского собора темна до сих пор. Она всколыхнула в нас воспоминания Кузнецовского Бабьего Яра. Неясные предложения, тревожные вопросы. Потом уже, поздно вечером, мы разыскали Бабий Яр. Бродили у зарастающего и быстропустеющего могилами еврейского кладбища и, наконец, были выведены какой-то пожилой, чуть подвыпившей украинкой, на обрыв. Там дальше Куреневка, а тут их стреляли, да, и они падали вниз. Места много. Бабий Яр. Будничное такое место неприметное. Символ величайших жертв и неприязненного равнодушия. Но это было уже вечером. А днем мы бродили по лавре, по ее многочисленным музеям. Прятались в тени деревья, проходили мимо семинарий и академий средневекового учебного города. Лавра лишь в катакомбах навевает мысли о святых подвижниках в вопросах летописца Нестора. Здесь же она диктует посетителям иную, нежданную тему украинского просвещения. После монголов Киев перестал быть русской столицей. Но лавра еще очень долго оставалась главным центром русской учености, славяно-греческой образованности. Киев и его духовное училище были свободны от треволнения московского двора и наоборот открыты всем европейским влиянием. В Киеве возникла жидовствующая ересь, этот правоопортунизм православия, разбудивший многие умы России. Под Днепру шли связи русского православия с Византией и Средиземноморьем, с Палестиной и Римом. А когда Киев после нескольких лет хмельницкой независимости вошел в Россию, когда между ним и Москвой были уничтожены границы, он еще целые полвека оставался главным окном в Европу. До тех пор, пока Петр не прорубил новое, широкое окно в Петербурге и не заменил греко-славянское богословие европейской наукой. Архитектура Кирилловской церкви дочь православной веры и католической формы. А эту красавицу строил Растрелли. Однако Андреевская церковь лишь одна. В своем большинстве облик киевских церквей своеобычен, отличен даже от церквей других украинских городов. Потому что Киев никогда, вплоть до Петра I, не был только украинским, а всегда лишь временно отторгнутой от России матерью. И не Москва, а именно сам златоглавый Киев так думал и постоянно стремился к детям своим. Но Петербург превратил мать городов лишь в рядовой центр просто малороссийской провинции, в украинскую столицу. Шевченкова, или по-старому Кирилловка, знаменита своим земляком, поэтом Тарасом Шевченко. А эта хата, что видна в глубине сада, старый дом наших двоюродных теток и дядьки. Еще лет десять назад в таких белых хатах, неотличимых от шевченковских времен, жило почти все село. Сейчас же большинство выстроило или строит новые дома с каменным фундаментом, из кирпича, железной или шиферной крыши. Сам хозяин Юрко стоит у пчелиных уликов. Он инвалид войны. Юрко в первой степени. Сколько я себя помню, он непрерывно болеет, оперируется по больницам, прочищает кость ноги от нагноедей, не живет, а мучается. Наверное, во имя солнышка и пчелиной твари. Он так не говорит, только голос глух от перенесенных страданий, да измождено тело, да чрезмерная ровность духа, да богатство мыслей и переживаний. Собственная философия этого мира. А здесь они все. Старшая Нина спокойная, медлительная. Она лесовод и приезжает домой лишь в воскресенье. Средняя Юрко и Маруся, непоседливая и быстрая, главная рабочая пчела в дому. Застенчивая и робкая Оля, наша ровесница, самая младшая, потому, наверное, самая любимая в семье. С ними очень хорошо и очень просто быть и жить. И не только нам, всем родственникам и здесь, в селе, и в Москве. У них были замечательные родители. Отец погиб в 37-м. А мать, выгодував их в лихие годы, умерла не так давно, оставив себя людям в своих детях. Святой был у нее характер, а ведь сумела передать его по наследству. Четыре счастливых, но слишком сытых дня прошли в саду или в окрестных прогулках, то за сеном в юрковой рубахе, то на озеро купаться. Хозяйством заниматься, то бишь, гадувать, крякающих и гогочащих злые дни мы и не пытались. Разве только доставлял я им удовольствие в жаркий день, наливая полное корыто и плескаясь в холоднющей колодезной воде в лесу. Но главное наше занятие, конечно, была еда. Угощали нас не только варениками, водкой, индюшатиной и так далее и тому подобное, но и разговорами на самые разные темы с приправой, стихами Шевченко. Все село и соседний будущий и Моринцы сплошной мемориал Шевченко, действительно народного поэта. Мы тоже ходили в Шевченковский музей и в будущий к ветвистому дугу, у которого играл и ховался маленький Тарас, когда служил пану Ангельгарду казачком. Сейчас это память, фетиш, куда приезжает делегация украинской советской литературы, клянущиеся жить как классик. Правда, результаты известны. Шевченко, на наш взгляд, не был великим писателем и художником. Он очень сентиментален, а иногда неглубок, да и неправ бывал. То он полон христианского смирения, то зовет к топору. Зато он великий поэт, которого признал народ и за любовь к нему, и за чистое сердце, и за добрую душу. Всего этого у Тараса не отнимешь, даже если подходить и без словословий официального шовинизма. Именем Шевченко клялась любая власть. Только что она берет у него? В чем оно главное наследие Шевченко? Что нужно сейчас Украине вот этим хорошим людям? Уезжаем по дороге в Киев у Корсуни переезжаем знаменитую Рось, откуда пошла русская земля. Попутчики удивлялись нашему возбуждению, но ведь они не читали Рось изначально Валентина Иванова, а мы думали, когда еще вернемся сюда. Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров